В июле уполномоченной по правам человека встречалась с жителями Тейковского района. Как правило, на таких выездных мероприятиях граждане жалуются на жизнь. В данном случае в Тейковском муниципальном районе собрались самые активные инициативные жители, которые много вопросов подняли, и прежде всего это защита права на получение их детьми образования и, конечно же, улучшение качества жизни. Наша съемочная группа выехала в Новое Горяново, чтобы лично посмотреть на дорогу, ведущую в Междуреченск. Она и является камнем преткновения при получении школьниками полноценного образования. Дети либо учились дистанционно, либо родители снимали квартиры, потому что сотрудники ГИБДД запретили доставку школьников по этой дороге автобусом. Съемочная группа губерний вновь приехала в Тейковский район. Сегодня реально мы видим, что в Содружестве работают и руководство Тейковской дивизии, и заинтересованность администрации Тейковского района. Они не замалчивают о тех проблемах, которые волнуют их местных жителей. Военные отреагировали на проблемы оперативные. Заказчик строительства этой дороги – это Министерство обороны Российской Федерации. То есть мы здесь делаем по гособоронзаказу. До первого числа мы соединяем дорогу от Тейкова до Междуреченска, до поворота. До 15 сентября мы планируем ее полностью закрыть. Далее дорогу продлят до Нового Горянова и закольцуют. В школе маршрут для учащихся села Междуреченка будет организован. Село Междуреченск, Тейково, Нового Горянова. Этот маршрут удобен для школы, потому что в школе обучаются дети города Тейково. Дорога строится по технологии, разработанной Министерством обороны. Песок, пескоцементная смесь, плиты. Швы между ними заливают битумом. Монолитное покрытие, безусловно, прочнее асфальтобетона. В процессе ремонта дороги военный транспорт будет ездить повременно. И еще. Департамент образования запускает новую программу «Мобильный учитель». В случае возникновения непредвиденных ситуаций педагоги будут приезжать и проводить уроки лично. К примеру, в Междуреченск. Пока не завершится ремонт и не поедет школьный автобус.